еще раз всем привет выбросила из интернета и поэтому как с вайфай отключился не заметил вайфай теперь подключился связи все хорошо еще раз всем здравствуйте добрый это уже вторая трансляция здесь за сегодняшний день сейчас немного есть времени потому что день короткий у меня сегодня привет зад все хорошо спасибо вот и поэтому вот утром еще была трансляция где был вопрос по поводу родителей насколько родители опекают особенно мамой и как это влияет на сейчас приходила женщина которая очень сильно опекает своего сына и она стала задавать вопросы и знаете непонятно вот в какой-то момент пошла информация в общем смотрите ребенок да вот опека когда ребенок в 5 лет делает ошибки он вот ты знаешь что он сейчас упадет удариться или еще что-то сделает ты в этот момент его поддерживаешь заранее он еще не понял что это была опасность его поддержал он пошел дальше или поддержал но ребенок должен понять что было опасно и поэтому не поняв этого он идет и будет совершать эту же ошибку уже когда повзрослеет но есть такая штука когда с возраст с возрастом уроки они есть больнее ты их сильнее проходишь и поэтому лучше уж на ошибаться в молодости и там в тем более в детстве чем потом эти же шишки получать когда тебе 30 40 лет поэтому в опеке нет ничего такого хорошего добрый и потом матери своих детей так своего сына так опекает что нет у них не такое ощущение что они думают что они будут жить вечно мамы эти и но когда сын не прошел определенных уроков и может там 45 50 лет он упадет очень больно ему будет он не сможет потом стать возможно и поэтому вот такие болезненные уроки лучше проходить в молодости там в 15 17 16 лет первые разочарования какие-то боли и я помню свою боль знаете у меня мне так было первым добрый день это было наверно 17 17 лет когда я переехал в алма-то от родителей первый раз и было очень обидно что за тебя вообще никто не переживает и всем практически все равно что ли я жил у тети большое ей спасибо и она меня очень любила и братья сестры не поддерживали да но в любом случае тут я понимал что ты все равно не в семье ты не часть но как бы их ты просто откуда-то пришел непонятно тебя вот не было там 18 лет ты там раз заявился такой я вообще не понимаю как тетя взяла ответственность на себя такую ну и поэтому я хотел уже уйти не от родителей хотел уйти от сейчас секунду от из чужой семьи так секунду сейчас чуть послушайте алло алло Игорь а это бегайся вот я это забыла спросить вот мы он записался к этому крючкову на прием крючков есть такой хирург нейропировки нужно ему идти через недельки две сходите потому что сейчас не надо а через недельки две если что вот смотрите вы снова МРТ тогда пойдите через месяц где-то через две недели через три потому что вы сейчас покажете ему операцию сделают а ну понятно поэтому лучше пока повремените наверно на месяц потом сделайте заново и сходите на прием если не болит вот и поэтому было больно я хотел уйти и на третьем курсе я знаете у меня был товарищ один в университете он предложил первый бизнес там что-то это даже модно было все кредиты брали это 96 97 год вот и мы открыли с ним компанию вот эту как это маклерство да вот по недвижимости агентство по недвижимости ну как открыли мы просто взяли дали дали объявление в газету сняли квартиру и сидели сдавали квартиры вот и нам это продолжалось эпопея где-то полгода я хорошо жил в том плане что я был свободен голодал и и тогда был первый опыт такого голода непонятного когда я когда маме рассказывал мама плакала у меня был случай когда я вот просто встал в туалет выйти в коридор и в общем упал просто свет выключили и все открываю глаза и на полу вообще ничего понять не мог это был первый голодный обморок который почувствовал своей жизни и тогда книжку я читал с карли тахара где говорил вот этот унесенный ветром где она говорит не видит бог и никогда больше не буду голодать и вот вот это я себе как бы знаете у меня после этого наверное страх нищеты какой-то был и вот этого голода я все еще запасался там мешками рис лук там продуктам муку сахар мне жена ничего понять не могла вот и и мы вот и потом когда я очнулся и до телефона или когда пост позвонил двоюрод троюродному братишки брату и он приехал женой они меня накормили переехали с продуктами но в общем было ужасная конечно история но я понял что тогда я уже начал отличаться от тех детей от тех вот подростков которые жили с родителями в алмате и конечно им завидовал что они городские что у них родители они не нуждаются и по однокурсникам я понял что они даже не знают цену зубной пасти а я уже понимал как у надо выживать и честно говоря вот это вот сноха она меня научила она вот посадила говорит смотри себестоимость супа и она делала мне калькуляцию супа и я понял что вот сколько мне надо денег чтобы более-менее как-то выживать и для того чтобы этот и не покупать пакеты с картошкой там вот к чему это все говорю к тому что чем раньше ты вот таких шишек маленьких набьешь чем раньше у тебя произойдет понимание что ты кроме себя никому не нужен не рассчитывал только нужно на себя то вот эта самостоятельность она придет раньше чем к остальным хуже когда это самостоятельность или у тети спина болит говорит грыжа это можно исцелить можно исцеление это не знаю как это назвать в общем можно это убрать да грыжа уходит если вы спросите у врачей и лечится ли грыжа они скажут что ее можно только вырезать я когда ходил на курсы массажа нам говорили что есть там врач у нас вел он сказал если вам кто-то скажет что лечится грыжа что лечит грыжу то это шарлатан бегите от него потому что грыжа не лечится это написано в учебнике на такой-то странице поэтому а так я вам скажу что грыжа это причит причина грыжи это разные разница в длине ног это постоянное защемление позвонка всего причем просто в каких-то отделах он защемляется сильнее больнее там поэтому когда ты убираешь защемление позвонка тогда в общем грыжа уходит где-то в течение ну двух-трех недель иногда в течение месяца зависимости от того как человек себя ведет и насколько это хватит это тоже вопрос тот это зависит от того насколько твое эмоциональное состояние ты сможешь его поддерживать потому что ты я тебе поставлю спину да и ты выйдешь из кабинета и пойдешь с кем-нибудь поругаешься у тебя спина слетит сразу поэтому здесь боли в спине это больше психосоматика нежели какая-то другая причина и вокруг спины вообще вы слишком много понтов потому что вот убрать боли в спине этому и вот честно растереть вот это несложно это может любой человек сделать можно по через неделю как начала письма писать прощение у меня лицо обсыпало прище правильно супер выход в прыщах смотри ты пишешь письма и не плачешь ты пишешь письма и по нос ты как-то удержала да и поэтому вот она как-то высыпает потому что вот эти обиды блоки эмоционально не выходят соплями слезами болевоты тошнотой рвоты болючие еще бы фурункулы выскакивают на попе поэтому это выход вот такой негативной энергии поэтому когда пишешь письма желательно чтобы эмоционально ты была открыто поэтому плачь лучше это хорошо это хорошо да поэтому когда пишешь письма лучше плачет тогда при чее будет меньше и ли они их не будут вообще вообще странно потому что обычно живот крутит и потом по нос потом чтобы до прище это дошло это надо прям все держать Тебе важно научиться выпускать Вот эти вот свои эмоции И тогда они не будут На кожу высыпать Ты очень сдерживаешься Поэтому Вот Как-то вот так Сегодня корпоратив Опять же уже 4 часа Надо будет ехать домой Благодарю Пожалуйста Круто пишет письма В общем пишите письма Прощение нереально помогает И когда люди задают вопрос А можно ли самому как-то себе помочь Можно Пишите письма прощения И вам это реально поможет Аллергия на алкоголь Что значит В общем аллергия на алкоголь В общем я А у мамы астма от лекарств И не лучше Она все переживания и обиды держит внутри Можно ей помочь Обиды держит внутри Помочь можно Ну в общем Пусть пишет письма прощения И Ей важно найти За что она себя так ненавидит Потому что Вот эти Астмы Любые Аллергические Вот то что на кожу высыпают Вот это задыхается Когда человек Во-первых Когда задыхается Это нежелание жить Во-вторых Когда аллергические реакции Это тогда Когда человек себя ненавидит Ненавидит Вот важно ей найти За какой поступок Она себя прям возненавидела Это не то что там Не люблю Прям ненавижу Пусть поищет Письма Когда будет писать Пусть поищет Вот Так что вот так И насчет родителей То что хотел сказать Большое хотел сказать Спасибо Благодарю за вашу трансляцию Спасибо что слушаете Хочу сказать родителям Большое спасибо За то что они Не вмешивались В мою жизнь И тогда Честно говоря Если бы наверное У них была возможность Мне помочь Они бы помогли Но тогда у них Не было возможности И поэтому я переживал Вот эти Голодные обмороки Жил на квартире Где-то Не доедал Где-то Не досыпал Да И это все Меня как-то Знаете Я быстро повзрослел В какой-то момент И поэтому Большое им спасибо Я понял цену жизни И сначала я утяжелился От того что я офигел Сколько надо бабла А сейчас У меня другой этап Сейчас Я понимаю Что денег много И денег С деньгами Нужно в общем Дружить И вселенная изобильна В общем как-то так Поэтому Опять же Об ответственности Берите ответственность За свою жизнь На себя Никого не ждите Решайте сами Делайте сами Занимайтесь своим здоровьем Занимайтесь своим телом Потому что Когда ты начинаешь Зарабатывать Или Вот только начинаешь жить И понимаешь Как важно жить В общем Ты понимаешь Что тело Это тот ресурс Который Вот Важно беречь Тело Ну время И тело Время Оно никогда не вернется И тело Уже никогда Лучше не станет Чем оно сейчас Поэтому Единственное Что ты можешь сделать Это его как-то Сберечь его состояние Поэтому Занимайтесь своим здоровьем Телом Заследите за своим телом За своей духовностью И Насчет алкоголя В общем Лучше не пейте Не то чтобы не пейте А заведите здоровый образ жизни Потому что алкоголь Приводит к стрессам Алкоголь приводит К заболеваниям Атеросклероз Сейчас у Очень многих Мужчин и женщин И поэтому В общем Берегите Вот как-то так Поэтому Занимайтесь своим здоровьем Своим телом Любите себя Когда 250 Просишь у людей Нужно Говорить Придумывать Причину Придумывать не надо Ты просто говоришь Что просто так И все И не надо Перед ними там Танцевать Или что-то делать Я понял Вот Поэтому Подходишь Просишь просто так Трансляция В общем Завершена Тогда То что хотел сказать Озвучил Сейчас эту трансляцию Тоже загружу В ютуб И вам спасибо Что слушаете И всем пока-пока Под челюстные Воспаления Лимфоузлы Что говорят Лимфоузлы Так Сейчас Секунду Под челюстные Лимфоузлы Там в общем Скорее всего Речь идет об агрессии Я не знаю Надо посмотреть С чем связано Потому что Лимфо воспаляется Знаете Она не просто так Воспаляется Поэтому Это плохие мысли О себе И надо посмотреть Это надо смотреть Это работать надо Так я не могу сказать Видите Там вот В психосоматике Психологи Пробуют Вот это все Как-то структурировать Но структурировать Это невозможно Потому что Там получается В одной печени Там Перечень На 10 шрифтов На 5 часов Ну на 5 листов И поэтому Когда с человеком Есть контакт С ним работаешь Ты понимаешь Откуда чего идет Пока без работы С человеком Но это очень сложно Определить Супер полезная Трансляция Благодарю Все Пока-пока Всем спасибо До свидания Так Что-то она Что-то Последнее время Перископ Продолжение следует...